Сегодня в нашей стране отмечается День Семьи, Любви и Верности. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день Русская Православная Церковь чтит память святых благоверных Петра и Февронии, которые стали символом настоящей любви и верности. Но примеры настоящего семейного счастья были не только в далеком прошлом. Они есть и сегодня. И тому подтверждение история жизни и любви супругов Тулиновых, которые вот уже без малого 50 лет живут вместе. Дорогой Николай Николаевич, если бы сейчас вернулось то время, вы бы так бы выбрали свою милую по жизни с птицей? Да. Людмила Владимировна, вот если бы сейчас он опять погрозил пальцем, а потом позвал за собой, вы бы ответили согласию, и опять звучит это заворожительное «да», как символ вечной любви. Я предлагаю вам еще раз, как 40 лет назад, поставить в росписи завтра в гражданском состоянии. Хорошо. Супруги Тулиновы, как и в тот далекий день своего бракосочетания, все так же с любовью и уважением смотрят друг на друга и говорят «заветное да». Только уже на Сапфировом юбилее супружеской жизни, 45 лет назад, сама судьба свела их вместе – молодого милиционера и юную 19-летнюю девушку. А на площади стояла красивая елочка с красивыми шарами. Ну и мне надо было уворовать, воровка, уворовать шарик. Только потянулась, а подружка говорит, давай мы его вот тут утащим. Сто лет он нам нужен был, полезем мы за этим шариком, а тут стояла группа милиции. Но один милиционер подошел и поразил мне пальцем. Я как глянула на этого милиционера. Красивый был, кучерявый. Встретились, обменялись взглядами и забыть друг друга уже не смогли. Это была любовь с первого взгляда. Каждый сумел увидеть, узнать в своем будущем спутники того единственного, кто стал самым родным и самым близким на долгие годы. 28 июня 1972 года двое молодых скрепили подписями «Союз своих сердец» и пошли по жизни рука об руку. Мы с ним встречались где-то на неделю. А он мне потом говорит, слушай, ты знаешь, я работаю в милиции, мне встречаться совершенно некогда. Давай жениться. Как я с тобой буду жениться, я тебя вообще не знаю. Узнаем потом друг друга. Рука об руку многие годы и даже не одно десятилетие. За плечами супружеской пары огромный, пройденный вместе, жизненный путь. Всегда вместе, всегда рядом. И никаким трудностям и невзгодам не удалось их сломить. Повезло мне с женой. Если бы не она, я бы уже там был бы. Я сильно заболел. И почти два года я не вставал, парализованный был. Вот это она меня вытянула. Верная супруга всегда была рядом. Воспитывала детей, за что Николай Николаевич ей очень благодарен. Ведь главным стержнем в его жизни всегда была и есть семья. Они вырастили двух дочек – Наталью и Надежду. Теперь им помогают воспитывать своих внучек – Еву и Елизавету. Дети и внуки – главное богатство двух юбиляров. В каждой семье есть свои традиции. Герои нашего сюжета все праздники встречают вместе, в кругу родных людей. И ни одно торжество у них не обходится без хлебосольного стола. У нас в семье моя прабабушка, она работала в наймах у батьки Махно. И вот у нее также дома, у моей прабабки, прадеда, были также дома работники работали. У них всегда были большие столы, чаны, там еда готовилась, много людей. Эти все люди всегда должны были все быть накормлены и сыты. И у нас это в семье так и осталось. Сапфировая свадьба – это почти полвека вместе. Прожитые годы лишь сплотили и укрепили чувства супругов. Они – пример верности и семейного счастья для всех молодых славянцев. И когда смотришь на такие семьи, на то, с какой теплотой и уважением супруги общаются, как светятся их глаза, еще раз убеждаешься, что настоящая любовь есть. Важно только в этом огромном мире найти своего человека. И тогда можно вместе прожить и 45 лет, и 50, и 60. И каждый день будет, как в первый раз. Надежда Калинина, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».